Беседа в обстановке свободна от официальных условностей. Такой была встреча генерального директора корпорации ВСМ Пуа-Висма Михаила Воеводина и Джона Бёрна. Договариваясь о своём прощальном визите, господин Бёрн уточнил возможность включить в маленькую делегацию своего старшего сына Келлана и племянника маршала Руэля. Уходя в отставку, Джон Бёрн посчитал важным показать своим близким уральское предприятие, с которым связаны теперь уже прекрасные воспоминания. «Корпорация ВСМ Пуа-Висма – это большая часть моей карьеры на Боинг. Сегодня я приехал, чтобы завершить свои дела в корпорации и на совместном предприятии UBM. За годы нашего сотрудничества ВСМ Пуа очень изменилось. Вылечились производственные мощности, преобразились к производственным корпусам. Внутри стало чище. Конечно, буду вспоминать о людях, с которыми работали многие годы. И в первую очередь о профессоре Титюхине. Этот человек оставил глубокий след моей жизни. С благодарностью буду вспоминать и о достойном преемнике Владислава Валентиновича Михаиле Воеводине, который проводит большую работу на ВСМПО. Олега Ледера, Антона Кантера и многих других людей, с которыми мы успешно работали». После дружеского приветствия небольшая делегация отправилась в цехи. Экскурсию возглавил генеральный директор корпорации Михаил Воеводин. С большим интересом его комментарии слушали Келлан и Маршал, специалисты в сфере строительства. Трудно описать эмоции встречи Джона Бёрна и Владислава Титюхина. Они познакомились в 90-х. Их деловые отношения переросли в дружбу, которая выдержала испытания временем и политическими катаклизмами. «Мы с ним познакомились, когда он еще не был виспрезидентом. Прощаемся, когда он уже прекратил быть виспрезидентом. Ну, дядька отличный». «Что будете вспоминать?» «С ним?» «Да, и совместно». «Нет, ну там полно всего. Там до комичных было эпизодов. Просто до комичных. Значит, как-то, когда им понравился уже наш сплав 553, вот который сейчас идет на трагбимы, и они заменили свой сплав 10-2-3, на него, то, значит, соответственно, мы были в Сетле и обсуждали, сколько стоит будет эта штамповка. Сколько килограмм будет стоить. Значит, утром беседовали, днем беседовали, потом вечером пошли в ресторан. Там продолжали, не могли договориться. И договорились так, что вот садимся в стенки в позе горнолыжника. Кто останется, кто упадет, тот проиграл. Ну, и в конце концов, значит, сейчас я не помню, там, 46 или 48, там это была пустяковая разница, но она была очень интересная. Ну, что мы получили максимальную цену за это дело. Сейчас вспоминали, смеялись. То есть у нас были отношения, как сказать, они были неформальными абсолютно, такими настоящими, такими товарищескими, дружескими отношениями. «Боинг» – это компания, с которой нас просто, будем сказать, мы практически родственники. Так, по большому счету. Это, конечно, здорово. Это очень здорово. Дружеская встреча двух людей с темирно известными именами тоже станет частью истории сотрудничества двух предприятий. Завершая свой визит, Джон Бёрн выразил надежду, что когда-нибудь его снова доведется побывать в Верхней Салде. Ведь, уйдя в отставку, он планирует посвятить следующий этап своей жизни – путешествиям. По его словам, сначала возможно отправиться в Африку, где никогда не был. А потом, кто знает, может, судьба вновь приведет его в Россию. А если так случится, то он непременно приедет на Урал.